В Перми завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении молодого актёра Александра Килина. Телезрителем и фанатом он известен по роли в культовом молодёжном сериале. Совсем скоро Килин предстанет в новом образе подсудимого. Его обвиняют в изнасиловании и убийстве 19-летней студентки. Репортаж Дениса Новожилова. Эпизодическая роль официанта Алёши в молодёжном комедийном сериале. Первое появление пермского актёра Александра Килина на большом экране. Извините, ваша карточка заблокирована. Спустя год перспективный актёр уже станет главным героем драмы, развернувшейся в Перми. Роль обвиняемого в изнасиловании и убийстве явно не то, чего ожидал Килин. Что случилось? Можно будет вам просто сказать. Случилось следующее. Мы сидели в баре. 30 августа прошлого года Александр Килин вместе с тремя друзьями собрались в баре. Организовали мальчишник. Вот кадры, которые можно найти в интернете. Камера наблюдения фиксирует банкет на столе спиртное и закуска. Молодые люди выпивают. Позже к компании присоединяется светловолосая девушка в красной толстовке. Это 19-летняя Елизавета Зобнина. Она знакома с друзьями Александра Килина по учёбе в высшей школе экономики. Судя по записи, между актёром и студенткой возникает симпатия. Спустя время они остаются одни и мило общаются за столиком. А после покидают заведение. На этих кадрах последние минуты жизни Елизаветы. По версии следствия, Александр Килин пошёл провожать девушку до дома. По пути сначала изнасиловал студентку, а затем жестоко убил. Нанёс ей несколько ударов камнем по голове. Тело 19-летней Лизы обнаружили лишь утром на спортивной площадке в нескольких метрах от её дома. Для того, чтобы установить все детали жестокого преступления, сотрудникам следственного комитета понадобилось чуть больше 8 месяцев. В ходе следствия выполнена кропотливая работа по сбору доказательств. Материалы уголовного дела составили 5 томов. Выполнено большое количество экспертиз. Допрошено свыше 40 свидетелей. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Оно направлено в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу. По словам следователей, изначально Александр Килин дал признательные показания, но позже от них отказался. Не насиловал, не убивал. Карьера актёра пошла в гору, и образ преступника никак не вязался с образом робкого официанта. Однако теперь Килин ожидает другая сцена. Скамья подсудимых и другие зрители. Судьи, гособвинители и родные убитой Елизаветы Зобниной. Денис Новожилов, Дмитрий Булыгин.